Здравствуйте, меня зовут Андрей, я руководитель товарного направления рабочий инструмент гидромолотов. Сегодня мы расскажем вам как правильно контролировать износ рабочих частей оборудования на больших гидромолотах. В первую очередь нужно тщательно и вовремя смазывать инструмент, иначе это приводит к чрезмерному износу рабочих частей пары втулка и пика. Чрезмерный износ в свою очередь приводит к несоосному удару, что может быть критично для всего гидромолота. К сожалению, операторы часто забывают смазывать инструмент вовремя. Именно поэтому на гидромолотах серии FX, начиная с Delta FX10, установлена система инерционной автоматической смазки. В ней смазывание происходит посредством вибрации самого гидромолота, а настраиваемое количество выпускаемой за раз смазки позволяет смазывать инструмент ровно настолько, насколько это необходимо в данный момент. При замерах износа в первую очередь требуется контролировать зазор пары втулка-пика. Это делается с помощью измерительного щупа, если подлезть к нижней втулке, позволяет конструкция самого гидромолота. После проведения замера с помощью щупа или при невозможности замера щупом ввиду конструкции гидромолота, необходимо извлечь стопорные штифты пальцев рабочего инструмента, затем извлечь сами пальцы и визуально проверить их на износ и необходимые замены. Далее извлекается пика и производится замер износа в местах соприкосновения с нижней и верхней втулками. Далее производится замер износа нижней втулки в двух плоскостях, так как она изнашивается эллипсом. В первую очередь следует обратить внимание на износ в плоскости параллельной плоскости стрелы-экскаватора. После этого с помощью кромциркуля или нутромера производится замер износа верхней втулки и упорного кольца при его наличии. Превышение предельного износа ведет к несоосному удару бойка по пике, что приводит к разрушительным колебаниям всего гидромолота и в первую очередь разрушению самого бойка либо пики. Осколки бойка и пики могут попасть как в цилиндр, так и в буксу и привести к разрушению всего ударного блока, что обойдется в капитальный ремонт, а может быть и новый гидромолот. Мы понимаем, что мерительный инструмент, необходимый для контроля зазоров, имеется не у всех, но легче один раз купить недорогой инструмент и постоянно измерять зазоры, чем платить за капитальный ремонт всего гидромолота. На сегодня у меня все, спасибо за просмотр, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Продолжение следует...